Военно-политический анализ с Игорем Коротченко Здравствуйте, Петр Обычно звучат подобные комментарии, когда тема обсуждаема Сьюзен Райс объявила о том, что вот этот вот ввод войск был бы большой ошибкой По сути дела на пустом месте Ни от официальных российских лиц Ни от околополитических деятелей Ни разу за время украинского кризиса не прозвучало предложение отправить войска на Украину Зачем и почему она это сказала? Ну, во-первых, это абсолютно наглая выходка, которую именно так мы должны квалифицировать Потому что на самом деле вот органы, отвечающие за и внешнюю политику И стратегическое планирование национальной безопасности США Ведь делают подобного рода антироссийские заявления достаточно часто Поэтому Почему прозвучала такая фраза? Точнее, такое вот предупреждение Я полагаю, все-таки нам выставляют, знаете, как вот волку красные флажки Которые мы не должны ни в коем случае пересечь Это такое вот предупреждение Как в свое время там Януковичу говорили Не смей подавлять, значит, массовые беспорядки Переросшие в государственный переворот Сила, иначе тебе будет очень плохо Сегодня та же самая тактика используется в отношении России Нам говорят, обозначая точнее ту красную черту За которую мы ни в коем случае не должны переступить Вместе с тем, я полагаю, что если такие заявления звучат Значит, и в Центральном разведывательном управлении США И в Совете национальной безопасности США В Пентагоне рассматривают подобного рода сценарий Как вполне вероятный В принципе, могу согласиться, но при одном условии При каком именно При каких обстоятельствах Россия может пойти на проведение, скажем Миротворческой либо гуманитарной операции Опять же, подчеркну, я высказываю личное, экспертное точку зрения Как главный редактор журнала «Национальная оборона», как военный аналитик Так вот, полагаю, если на Украине вспыхнет гражданская война Если бандеровские незаконно вооруженные формирования Отправятся наводить порядок, в кавычках порядок На Восточную и Южную Украину, а также в Крым Если произойдет резня граждан Украины и наших соотечественников Руками бандеровских недобитков Что вот в этом случае мы будем наблюдать Как пускают кровь населению Крыма и Юго-Восточной Украины Хотел бы я посмотреть на российского политика Который сможет умыть руки и спокойно наблюдать за тем, что будет происходить Поэтому, полагаю, никакие сценарии исключать нельзя Разумеется, Россия не вмешивается во внутренние дела Украины В отличие от эмиссаров Вашингтона Которые уже, ну знаете, такой челночной дипломатией занимаются Один уезжает, другой приезжает То есть в Вашингтон непрерывно приезжают различного рода американские, западные и европейские эмиссары Уже нон-стоп Как в свое время МИД России заявил, как госпожа Нула на подиуме Вот сегодня этот подиум украинский мы наблюдаем Когда, знаете, вот приезжают большие белые дяди дать аборигенам бус В виде каких-то обещаний Проконтролировать процесс формирования нового вот этого правительства на Украине Ну американское посольство вообще выступает модератором Без консультации с американским послом в Киеве Верховная Рада, господин Турчинов Не принимает ни одного сколь-нибудь важного решения Ни одного То есть это страна без суверенитета И без денег И без денег Там нищета Там руками вот этих вот оппозиционеров Очевидно, по весне будет массовый голодомор Я не знаю, опять будет Москву обвинять или, так сказать, Януковича Но денег в казне нету То есть, извините, Украина без штанов Вот полностью И, ну, Штаты, извините, имеют ее, как хотят Я скажу, вот столь недипломатично, грубо Вместе с Европейским Союзом Разумеется, у них стратегические интересы общие Оторвать Украину от России Хотя, разумеется, каждый играет в свою игру Ну, известно, что Германия ставит на Кличко Ну, а судя по тем расшифровкам, которые опубликовала Служба безопасности Украины Накануне краха Януковича Ну, американские дипломаты, характеризуя Европу и Кличко Употребляют ненормативную лексику И, соответственно, хотят привести к власти Господина Яценюка Который является, ну, в данном случае Американским агентом влияния Поэтому вот такая ситуация Теперь, что касается Как бы Насколько правомочны могут быть действия Российской Федерации в случае, если На Украине начнется массовая резня Гражданская война И в этих условиях нам придется каким-то образом Так или иначе реагировать на происходящее там событие Вы знаете, прецедент создан Косово Операция НАТО и США против Югославии Началась под флагом Гуманитарной интервенции Спасения жизни мирных граждан Которые стали жертвами Кровавой тирании Кровавой тирании со стороны Белграда Была проведена Собственно операция Военно-силовая С нанесением ударов По Югославской народной армии По объектам инфраструктуры, транспорта Центром средств массовой информации Особенно электронных После этого мы видим результат уже политический Косово сегодня это самостоятельное государство Но вот Запад так действует Он создал прецедент Поэтому у нас руки абсолютно развязаны Для любых действий По косовскому прецеденту Поэтому пугаться чего-то не надо Однозначно мы не заинтересованы В гражданской войне Россия, конечно, заинтересована В территориальной целостности Украины Но Собственно то, что произошло И происходит в сегодня Украине Это крах Государства Украины Как унитарной страны И в общем-то у России полностью При необходимости Развязаны руки для действия Подобного рода образом Поэтому События, которые сегодня происходят На Украине Они и определят Что будет В дальнейшем Игорь Уже общеизвестно Что в Крыму, например Местное население Поднимают русские флаги Над органами власти Как России Реагировать на это? Вот именно сейчас Еще когда Прецедент В общем не действует Скажем так Вы знаете Я полагаю Реагировать надо Абсолютно спокойно Это воля и заявление Народа Крыма Наших соотечественников Граждан Украины Поэтому Они должны сказать Чего они хотят И с кем они хотят Дальше идти В своем развитии Это суверенное право Народа Крыма И народа Юго-Восточной Украины Очевидно все таки Жизненные ценности У них Находятся В диаметральной Противоположности С теми Кто Несет портреты Бандеры Кто захватывает Госучреждения Уничтожает Милиционеров И так далее Ведь на Украине Сегодня Правительство Нелегитимно Силовых структур Нет Вот показывают По телевидению Эти изумительные кадры Когда Боевики Начинают проверять Документы у милиции Причем Когда милиционер Выражает Недоумение Говорят Если ты не Подъявишь документы И не объяснишь Цель своего здесь Нахождения Значит По тебе сейчас Мы будем работать Огнестрельным оружием Либо когда еще Так сказать Приходят в органы Законной власти Там Такие бородатые Боевики С автоматами Калашникова И объясняют Что они теперь Здесь власти Если те требования Которые они выдвигают Вдруг не будут Удовлетворены То в дело Пойдут автоматы Калашникова Это не государство Это полный беспредел Поэтому Сегодняшняя власть На Украине В Киеве Она нелегитимна Она пришла к власти Путем государственного Переворота Вот Ожидается назначение Правительства Но дело в том Что опять же Посмотрите Комиссары Майдана Назначаются В Центральный банк Украины Но Что понимает В финансах Комендант Майдана Задача которого Была Одна организация Там снабжения И безопасности И введение боевых действий Против законных органов власти Против Беркута Там и так далее Ну что понимает Комендант Майдана Ну вот такие вот Коменданты Майданов Они очевидно И будут выдвинуты В руководство Региональных властей Потому что Сегодня Губернаторов Заставляют Там где Обл. администрация Захвачена Бандеровцами Подавать заявление Об отставке Под угрозой силы К сожалению Значительная часть Депутатов Партии регионов Опять же Либо переметнулась Либо под угрозой Физической расправы Над их семьями Выступает Послушной машиной Для голосования Тех законов Которые принимает Верховная Рада Украины И так далее В этих условиях Повторю еще раз России надо Действовать спокойно Но наши Соотечественники В Крыму На юго-восточной Украине Должны четко понимать Что они сами Должны Своими руками Действиями Решить свою дальнейшую судьбу Потому что Для того чтобы Россия Кого-то поддержала Ну важно понимать Кого и что мы будем поддерживать Понимаете Поэтому судьба Крыма Судьба Юго-восточной Украины В руках Граждан Которые проживают Там Игорь А что из себя представляет Украинский офицерский корпус Обычно Ну мы видели Подобного рода Прецеденты В разных странах мира Например в Египте Там правда Своя история Свои традиции Но Порой Да и в Турции В конце концов В какой-то момент Значит Патриотически настроенный Генералитет Объявляет Так ребята Надоели Рассядьтесь Ко по лапкам Посидите И успокойтесь А мы пока Обеспечим безопасность Граждан И так далее И политическое Какое-то Равновесие И стабильность Украинское Офицерство Украинские Офицеры И генералы Не в состоянии Так вообще Сказать Нет Вы знаете Нет Они так сказать Не в состоянии Это деморализованная Я бы сказал Масса людей Людей без принципов Без чести Не побоюсь этого слова Которые неоднократно Переприсягали В критической ситуации То же самое Получилось И ведь Вот В момент Захвата власти В Киеве Понимаете Поэтому Это аморфная Ни на что Негодная Масса людей Которая сейчас Сидит по щелям Точнее Сидела по щелям Ждала Чем все закончится И продолжает Там же сидеть По щелям Ожидая своей Дальнейшей судьбы Поэтому Говорить о том Что украинская армия Может сыграть Какую-то роль Например Ту Которую сыграла Армия Египта Свергнувшая Исламиста Мурси Такого ожидать Не приходится Все-таки Понимаете В Египте Армия Это каста Это патриоты Своей страны Это сплоченные С желанием Служить Египетскому народу И высшим интересам Государства Офицеры и генералы На Украине Таких людей Нет Там к сожалению В генах Предательства Вот эта Мазеповщина Понимаете Единственное Кто сохранил честь Это бойцы Беркута Которые Выполняли Приказы Хотя оружия У них не было Но видите Тоже Какие сцены Мы видим Когда сегодня Под угрозой Уничтожения Семей Местных Бойцов Беркута Например Во Львовской области Их вывели На центральную площадь Заставили встать На колени И просить прощения У так называемого народа Который Хайль кричит Понимаете Этот народ Сносит памятники Не только Ленину Но и Русским полководцам Все вот это Бандеровская шушера Которая сегодня Ликует На улицах Львова И других Западноукраинских Городов Вот они ставят Бойцов Беркута На колени Но тут знаете Можно кидать не камни Но когда твои Семьи близкие В заложниках Фактически Ну Вот такая ситуация В то же время Крымский Беркут Ворганизованно Ушел На Свои базы Крыму И Когда новый глава МВД Из вот этих Так называемых Революционеров Да Назначенный Отдал приказ Украинской Альфе Разружить Крымский Беркут То Альфа Отказалась Выполнять Эти указания Таким образом Службы безопасности Украины По крайней мере Спецподразделения Службы безопасности Украины Показали С кем они В таком случае Преступных приказов Новой власти Собственно Люди Исполнять Не захотели Но очевидно Расстанутся С должностями Со службой Это всегда Так происходит Уже сегодня Тегнебок Призывает К массовым Иллюстрациям И Правительственных Чиновников И силовиков Смотрите Кто назначен На роль Шефа Главной Украинской Спецслужбы Службы безопасности Украины Господин Наливайченко Ну Я не знаю Нет у меня Данных Чтобы назвать Его агентом ЦРУ Либо ФБР Хотя он Работал На территории США Как украинский Дипломат Но знаете Его практическая Деятельность Как минимум Говорит Что этот человек Также является Агентом Влияния США И Надо ожидать Что будут Внесены Серьезные Корректировки В деятельности СБУ С точки зрения Оперативных Приоритетов Опять будет Очередная Зачистка Смена кадров И вот эти Вот новые Кадры Которые будут Рекрутированы Как раз В том числе Из среды Боевиков Правого сектора Очевидно Начнут уже Если удержатся Они у власти Если там Не будет дефолта Мы не знаем Что будет происходить На Украине Где нечего есть И где нет Ни гривны Для того Чтобы даже Провести Очередные Президентские выборы Очевидно СБУ Будет уже Не дружественной Нам Спецслужбой Нам Я имею ввиду Россию А вообще Поддерживали отношения С СБУ Да конечно У нас Были партнерские отношения Была работа По противодействию Организованной преступности Наркотрафику Терроризму Ну а сегодня Смотрите Вот например Дмитрий Ярыш Глава правого сектора Как вот Пишут Целый ряд СМИ Заявил о том Что он намерен Перенести Боевую активность На ряд Российских областей И в конечном итоге Присоединить их Так сказать К украинскому государству Вот эти вещи Они должны расцениваться Как терроризм И по идее СБУ должна была Того же самого Ярыша Либо ликвидировать Либо арестовать И предать суду Но мы видим Что А сегодня У службы безопасности Украины Иные приоритеты К сожалению Поскольку пришли Другие люди И в этих условиях Идет очень серьезное Сегодня Переосмысление Того Как дальше Выстраивать отношения С Украиной Совершенно однозначно Надо сказать О том Что никакие Кооперационные проекты В оборонной сфере Уже нереальны Никаких Собственно Поддержек Украинской промышленности Мы за счет Российского бюджета Оказывать Уже не должны В конце концов Украина сама Выбирает Свою дальнейшую судьбу Не знаю Как там Будет ли газовое соглашение Аннулировано Либо продолжено Но полагаю Что Кормить Вот эту вот Бандеровскую шушеру Которая пришла К власти За счет российских Налогоплательщиков Абсолютно Не годится Никоим образом То есть Если Украина Хочет получать Какие-то кредиты Значит В замену этих кредитов Должны России Передаваться Пакеты Контрольные Пакеты Тех предприятий Украинской промышленности Которые представляют Для нас Интерес Если они представляют То есть Здесь товарно-денежные Отношения Должны вести Совершенно По формуле Известной Утром деньги Вечером стулья И так далее И так далее Понимаете То есть С Украиной Теперь надо Разговаривать Только так Потому что Запад Не хочет Ведь смотрите После первой Волны эйфории Мы дадим вам денег Уже Никто денег Украине Давайте сейчас Не хочет Все говорят Пусть Россия Помогает Те же самые Западные эмиссары Нас призывают Оказать экономическую Помощь Украине Ну с какой стати Вы свергали Власть Януковича Вот вы теперь И кормите Этих людей Которые взяли Власть в Киеве Ну я думаю На президентские выборы Посольство США В Киеве поможет Центр избирком И Верховной Ради Украины Не впервой Как говорится Завезут доллары Разменяют на гривны И Собственно Профинансируют Президентские выборы Вот Но Как говорится Финансировать всю Украинскую экономику И промышленность Очевидно Запад просто не готов Там В Греции Люди зубы На полку кладут В Испании В Португалии В этих условиях Еще там 45 голодных Украинцев Миллионов 45 миллионов Голодных украинцев Брать на содержание Евросоюза Очевидно Никто На это в здравом уме Просто не пойдет Игорь Вот Прозвучали такие До самом деле Слова Уже Даже Вот этих Так называемых Победителей Революции Бог с ним С Ярышем Но Вполне Легитимные Зарегистрированные Если так можно Выразиться В политическом поле Силы Предъявляют Еще Разного рода Территориальные претензии В том числе К Польше Почему Поляки И европейцы Так вообще Радуются Происходящему На Украине Ну Польша была Среди тех стран Которая поучаствовала Вот В подписании Соглашений С Януковичем Ведь надо Вещи назвать Своими именами Его кинули Его обманули Мы дали гарантию Подписывая Эти соглашения До декабря Ты будешь президентом С несколько Урезанными Полномочиями Но тебе Гарантируется Жизнь Свобода Неприкосновенность Твоих Финансов Твоих Личных Членов Твоей Семьи Только Подпиши И отдай Приказ О Выводе Войск Из Киева Вот как только Это Янукович Сделал Подписал Уже на следующий День Он был лишен Президентских Полномочий То есть Соответственно Его просто Обманули Я не знаю На что он рассчитывал Ну понятно было Что обманут Но он на что-то Рассчитывал Таким вот оказался Я не знаю Наивным Либо Как Владимир Ильич Ленин В свое время говорил Вот Есть полезные идиоты В данном случае Янукович сыграл роль Такого полезного идиота То есть Своими руками Отдал власть Мятежникам Но сейчас Уже объявлен В розыск И Верховная Рада Обратилась Что надо его в ГАГу везти И там судить Кстати ГАГа сказала Что мы не можем Это абсолютно Ну Несовместимые вещи Уголовный суд Международный Занимается Совсем другим Знаете Такое добро Видимо даже в ГАГе Не нужно Поэтому в конечном итоге Его будет судить Руководствуясь Революционным Правосознанием Новые люди Тем более Что Генеральным прокурором Украины Назначен Ближайший Сподвижник Олега Тикнибока Ну У правых на Украине Мы знаем Какое сознание Петля Это лучший способ Расправы С инкомыслящими Генеральный прокурор С опытом Прокурорского следователя Нормально все А самое главное Приходит сейчас Зачистка областных прокуроров То есть приходят Такие вот Революционные ребята С местных майданов Комиссары В кожаных тужурках Вот они будут Осуществлять У нас судебную власть И исполнительную власть А впереди ведь еще Назначение новых Силовиков областных Потому что там Власти нету Там Областные управления И райотделы МВД И СБУ Захвачены Разграблены Там сотни ходят Там сотни ходят Да Как говорится А вы видели Изумительные Эти киевских Новых гаишников Да Когда революционные хлопцы Там одеты Весьма экзотически Но с жезлами Регулируют Так сказать Движение Ну видимо Дальше начнут уже И брать деньги За нарушение Правила дорожного движения Ну в свой карман А не в карман государства Вообще Ну мы видим Развал Украинского государства Тот коллапс Который произошел Это внушает конечно Ужас Отропь И самое главное Чтобы Вот в условиях Когда Идет самоопределение Юго-Востока Украины И Крыма Чтобы не кинули На подавление Мирных граждан Либо незаконное Вооруженное формирование Боевиков Опыт есть? Да Каратели Это будут каратели Либо Либо Не кинули Какие-то силовые структуры Которых Могут Заставить Исполнять Нелегитимные приказы Потому что Не все будут действовать Так как Собственно Киевская Альфа Которая отказалась Штурмовать И разоружать Крымскую базу Беркута Игорь Последнее Отталкиваясь В том числе От Событий на Украине Министр обороны Эстонии На параде В городе Герой Таллине Прошу прощения Генерал-майор Рихо Террес Объявил Что Сейчас уже все Отчетливо поняли Что С завершением Холодной войны Никуда не исчезли Угрозы Для отражения Которых Создавали НАТО Главной задачей Альянса И в будущем Будет коллективная Самооборона Это вообще К чему? Ну К сожалению Вот Из всех Стран Балтии Эстония Наиболее Вот так вот Воинственно Настроена Непонятно Правда Почему И самое главное Ведь эти заявления Делаются После того Как буквально Вот неделю назад Был подписан Договор о границе Между Эстонией И Россией Где Снялись Любые Возможности Для каких-либо Осложнений Между двумя Странами Ну а делают Такие заявления Мы уже с вами Говорили Это уже Политический бизнес Есть определенная Категория Эстонского Электората Которые Вот в таком Запуганном Состоянии С постоянным Чувством угрозы Со стороны России Будут раз за разом Голосовать За вот этих Радикалов Которые будут Приходить к власти То есть это в определенном В определенной степени Уже бизнес Запугивание Населения Для того Чтобы оставаться У власти Раз за разом Раз за разом Ну Вы знаете Я думаю Что все таки В целом НАТО Занимает более Такую прагматичную Позицию Но Самый главный Вывод Который мы должны Делать Для России Мы не должны Быть слабыми Должны быть Сильными Нам надо Укреплять Единство Российского Государства Да В обществе Есть недовольное Есть масса Альтернативных Точек зрения Что хорошо И что плохо Но при любых Различиях В точках зрения Вот Те политические Партии Которые выступают И политические Деятели В том числе Оппозиционные Которые выступают За единство Российского Государства За его Укрепление За самостоятельность Они имеют Право И легитимность На политический Процесс Те же Кто выступают Против этого В моих Глазах Это предатели Нашей страны И знаете Не надо Стесняться Их Зачищать В конце Концов Ради Сотен Миллионов Да Там у нас Население 145 миллионов Да Почти 150 Миллионов Граждан Знаете Там Кучка Маргиналов Пусть там Их будет 3-4-5 тысяч Человек Которые Хочут Повторить Те события Которые Произошли В Киеве Я думаю Государство Должно Употреблять Власть В интересах Большинства А Те Кто Скажем Видит Иные Варианты Развития Государства Страны Путем Демократических Конституционных Процедур Выборов Будут Определять Кто Будет Приходить Какие Политические Силы Будут Приходить Власти В нашей Стране Соответственно Голосовать За тех Чья Программа И чьи Лозунги Будут Отвечать Настроение Большинства Игорь Но ведь Эти люди Которых Вы только что Зазвались Как о маргиналах Они Объявляют Вас И вас И ваших Единомышленников В каком-то Пещерном Алармизме Мол Не надо бояться Вы что Мы же в цивилизованном Мире живем Как они нам Почему С какой стати Они нам будут Угрожать Петр Ну О каком Алармизме Мы сегодня говорим Да Наблюдая Что происходит В Киеве И в Западной Украине Ну я не хочу жить В стране Где будет повторяться Такое Поэтому я Открыто Декларирую Свою гражданскую Позицию Относительно того Что те Кто формирует Отряды Штормовиков Боевиков Кто хочет Забрасывать Органы правопорядка Булыжниками Поджигать Устраивать Массовые беспорядки Но очевидно Нам с этими людьми Не по пути Потому что Еще раз повторяю Что Посмотрите К чему Привел Крах Советского Союза Это было Море крови Это Трагедия Миллионов Людей Разрушенные Судьбы А ведь Достаточно Было Горбачеву Просто исполнить Свой Конституционный Долг Однако он Поступил Так Как потом Поступил Янукович Поэтому Этим политикам Прощения Нет Ну и Разумеется Вот В условиях Вот этой Турбулентности Политической И военной Через которую Нам предстоит Пройти Нам надо Сплоченное Общество Вокруг Законных Лидеров Нашего Государства Которых Мы сами Избирали Я не боюсь Декларировать Открыто Свою Гражданскую Позицию Потому что Я в этом Глубоко Убежден Во-первых А во-вторых Я не хочу Чтобы Легитимные Решения Российской Власти Подменялись Рекомендациями Из посольства США Как это Происходит Сегодня В Киеве Где Ну Посол США Я не знаю Он в глазах Новых Властей Очевидно Достоин звания Героя Украины Как вот Эти вот Бандеровцев Хотят Представить Героям Украины Павших Небесная сотня Наверное Если хотите Быть последовательными Господа Взявшие власть В Киеве Представьте Посла США В Киеве Тоже к званию Героя Украины Он заслужил Даже может быть Больше Чем все герои В кавычках Майдан Игорь Коротченко Главный редактор Журнала Национальная оборона В студии Голоса России Спасибо вам большое Игорь Спасибо Мы будем надеяться С вами Я надеюсь Что В России Никогда Не дойдет Делать до того Главным образом В силу Того Что общество Наше Кардинально Конечно Отличается От того Что есть На Украине Это не вина Украины А беда Украины А главное Что Как вы На мой взгляд Совершенно верно Говорили Люди Мечтающие Продать Собственную Родину Остаются В самом Меньшем Меньшинстве Самое главное Это политические Маргиналы Которые Откровенно Враждебны Интересам Большинства Нашей нации Спасибо вам большое Мы увидимся Через неделю До свидания Военно-политический Анализ С Игорем Коротченко